Если бы в Москве надо было поставить памятник самому главному коррупционеру, живому воплощению вранья, воровства, откатов, безумного, неприкрытого и бессовестного богатства, я уверена, что этот памятник был бы нашему сегодняшнему герою. Тут реально нужна самая центральная площадь, ну или самое видное место, потому что человек реально заслужил. Нужны тонны золота, нужно обязательно разрыть все вокруг, может быть, кубол поставить или огромную стеллу. А под памятником, конечно же, нужен торговый центр. Ведь этот человек, он реально символ коррупции. Вы можете спросить любого москвича на улице, кто из ныне живущих чиновников украл в городе больше всех. И я уверен, вам ответит Ресин. Я помню, как 12 лет назад я держала в руках этот выпуск газеты «Ведомости». Сейчас такое уже сложно представить. И рассматривала огромную, на всю полоцу подборку фотографий чиновников и их часов. У Медведева журналисты нашли Бреге за 32 тысячи долларов, у Нарышкина Патек Филипп стоимостью 29 тысяч долларов, еще Бреге у Миллера за 100 тысяч, за 300 тысяч долларов у Рабзена Кадырова. Но на первом месте тогда оказался Владимир Ресин с его знаменитыми, даже легендарными часами за миллион долларов. Я, если честно, не знала, что вообще бывают часы за миллион долларов. Они нашлись на запястье главного строителя Москвы, заместителя Лужкова и главного прораба Москвы, как он сам себя называл. Ну, я и сейчас считаю себя хозяйственником. И, в общем-то, я политически только занимался вопросами строительства. Когда произошел скандал с часами? 12 лет назад, напоминаю. Ресин казался каким-то древним артефактом, который мы унаследовали с развалом Советского Союза. Ему уже тогда было 74 года. Он был каким-то человеком из прошлого, легендарным жуликом, которого оказалось, что держали за какие-то прошлые, былые заслуги. И не было никаких сомнений, что уж после скандальной отставки Лужкова, а его уволили, напоминаю за цитата, за предельный уровень коррупции, мэр отрешен от должности в связи с утратой доверия президента. У его подельника Ресина удержаться вообще нет никаких шансов. Хорошо, если не посадят ввиду солидного возраста. Но прошло 11 лет. И Ресину 85, и он избирается в Госдуму. Он хочет стать депутатом от Москвы, от города, который он собственными руками испоганил и обокрал. Это действительно трудно. Ворует и молится. Это буквально все, что Владимир Иосифович Ресин делает на своем посту депутата Госдумы. Он не выступает с трибун, он не придумывает законы и не делает политических заявлений. Он не агитирует, не дает интервью, и не просит москвичей за себя голосовать. Он просто ворует и молится. И хочет продолжать это делать до последнего вздоха. Но когда начинается возвращение, тогда мы должны открывать врата храму вшире. Но для этого нужно и количество храмов умножать. Владимир Ресин начал работать чиновником от строительства 60 лет назад. Просто представьте, Ресину было 17 лет, когда умер Сталин. Война закончилась, мне было 9 лет. Рожденный в милинградурной семье и женившийся на дочке управделами Совнаркома, то есть министр фактически по нашим меркам. Отец у меня талантливый был человек. Прошел путь от бойца этих частей особого назначения до заместителя министра. У Ресина было все для идеальной карьеры в СССР. Он работал в главмозстроя, в главмозинжстроя, потом возглавлял его. Такие, знаете, советские министерства строительства. Он дружил с дочкой Брежнева. Реализовывал сталинский генплан Москвы 1935 года. Участвовал в строительстве тоннеля под Новым Арбатом. Строил БАМ, районы Ясенево и объекты к Олимпиаде в Москве в 1980 году. Он считает развал СССР трагедией, но при этом прекрасно пережил перестройку. Он был близок к Ельцину. А с Борисом Николаевичем дружили? Я близок был с Борисом Николаевичем и духовно, и по работе. Он стал символом Лужковской стройки в 90-е. Храм Христа Спасителя за миллиард долларов с автомойками и вип-комнатами – его работа. Сто-метровый памятник Петру, на который без слез невозможно взглянуть – это все Ресин. Не то смеяться надо было, не то плакать. Парк Победы. С еще более огромной стелой и каким-то мотыльком. Этим тоже Ресин гордится. Композицию, как выяснилось, на бумажке нарисовал лично Лужков, а Церетели додумал. Перекопанная, по его же словам, из-за боязни митингов, манежка и охотный ряд, где теперь вместо площади какие-то купола, а под ними развлекательный центр. Спасибо Ресину. Снесенные, навсегда утраченные или просто изуродованные исторические здания и памятники архитектуры – это Москва, которую построил нам Ресин. Он вписывался в любое время. Знаешь, в 70-е про наркома Микояна была поговорка. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Это про то, что Микоян был каким-то чудом у власти и при Ленине, и при Брежневе. Удержался, подстроился, не был репрессирован. От Ленина до Брежнева было около 50 лет. Это казалось вечность. Так вот, Ресин его переплюнул. Он 60 лет чиновник. Начал работать в Москве в конце 64-го года. Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин и опять много раз Путин. Все это время Владимир Иосифович Ресин был чиновником. Ну, я и сейчас считаю себя хозяйственником. Как ему это удалось? Очень просто. Отсутствие каких-либо взглядов и раболепия перед начальством. Лужков всегда прав. Да, я еще могу сказать. Я захожу к Лужкову со своим мнением. Если не могу его переубедить, выхожу с его. Личный финансовый расцвет Ресина начался как раз при Лужкове. В 90-е и начало 2000-х. Когда Ресин был заммэра, возглавлял московский стройкомплекс. Он превратил его в идеальное пастбище для коррупционеров. Придерживаясь своего главного принципа. Воруй сам, но удостоверься, что твой начальник ворует больше. Таким образом, жена его начальника, Елена Батурина, к 2007 году контролировала более 20% московской застройки. И наворовала она столько, что спустя 15 лет она все еще остается одной из самых богатых женщин России. Ресин уникальный, он реально музейный экспонат. Он, нося на руке часы за миллион долларов, возглавлял комитет по борьбе с коррупцией. Его спрашивали, Владимир Иосифович, ну откуда у вас часы за миллион на руке? А он просто говорил, что это все выдумки, вранье и поклеб. И продолжал их носить, как ни в чем не бывало. А кто так говорит, Владимир Иосифович, сейчас? Я прав, иначе невозможно. Как дон Корлеоне, еле ворочь языком. Глава комитета по борьбе с коррупцией предлагал купить у него эти знаменитые часы за миллион долларов, чтобы он отправил эти деньги в детдом. Правда, 50 тысяч долларов он почему-то решил оставить себе. Ну пусть хоть один найдется, который их купит за любую цену, за миллион. Все эти деньги, кроме 50 тысяч долларов, будут немедленно отданы раньше в детский дом. Заместителем Ресина в этом антикоррупционном комитете был руководитель департамента городского строительства Александр Косован. Только в этом году его семейная фирма получила господрядов на 12 миллиардов рублей. Они крупнейшие бенефициары программы московской реновации. Все строители Москвы, которым достались многомиллиардные контракты на реновацию, все они так или иначе связаны с Ресиным. Кто-то работал под его началом в мурии, другие были в разное время советниками, а третьи, как, например, глава фирмы Крост, просто бесконечно нахваливают Ресина и считают его своим учителем. Да даже не надо так далеко ходить и утруждать себя анализом госзакупок. Девелопер Сергей Полонский сам лично говорил, что платил Ресину взятку. Он написал заявление в генпрокуратуру, где признался, что вот я такой-то, такой-то, такого-то числа, дал взятку Владимиру Ресину, чтобы переоформить на свою компанию права застройки. У меня попросили взятку в виде гигантского пентхауса стоимостью 10 миллионов долларов. Оформить сказали на депутата Леонида Слуцкого, которого называют внебрачным сыном Ресина. И я все сделала. И действительно, проверяем вместе. Вот пентхаус, вот выписка, вот владелец супруга депутата Слуцкого. Случилось ли что-то с Ресиным после этого? Нет, как с гуся вода. Это по телевизору Путин борется с коррупцией, а по факту нет. Второй по значимости московский чиновник три десятилетия в открытую берет взятки. То часами, то пентхаусами, и с ним ничего не происходит. Он возглавляет комиссию мэра по борьбе с коррупцией. Ресин должен был сесть в конце 90-х. А потом в середине нулевых, и после скандала с часами, и после отставки Лужкова должен был сесть. Жулик должен сидеть в тюрьме. Но вместо этого в 2010 году 74-летнюю мумию советского строителя затащили в партию «Единая Россия». Я с «Единой Россией» связан сколько? Года три. Я не был официально в партии. А почему, Владимир Иосифович? Ну, потому что не был и не был. Так что я... А сейчас? По той же причине, видимо, почему сейчас вступили. Я не задумался. Наверное, так. Я даже вам не могу сказать, честно говоря, почему я вступил. Зачем? Он сам не знает. Зачем же, зачем хранит в ящике стола учетную карточку КПСС и партбилет дома? Или затем же, зачем был лицом Лужковской партии «Наш дом Россия»? Изменилось время, и Ресин стал путинским единороссом. И вписался крайне органично. И надолго. Несмотря на то, что Ресин обещал уйти вместе с Лужковым, он быстренько переобулся, приспособился и стал заместителем нового мэра Москвы – Собянина. Потом его отправили в Госдуму, Собянин он продолжил советовать на общественных началах. Ну а там уже выдали новую почетную роль – лучшего друга-патриарха. Достаточно неожиданная дружба людей, которых объединяет разве что любовь к дорогим часам. Ресин многократно называл себя атеистом. В 2010 году говорил, что он нерелигиозный и даже некрещеный. Я нерелигиозный человек. Я, конечно, к церкви очень хорошо отношусь. Все, но я некрещеный. Я отношусь к тому поколению, которое уже, к сожалению, было оторвано от церкви. Но через год он уже отменил все свои другие планы и начал усиленно молиться Богу. Если посмотреть новости и сюжет о Ресине за последние 10 лет, которые он депутат, там не будет ничего, кроме бесконечных церквей. Церкви, иконы, попы, молитвы. Он задался идеей построить в Москве храмы просто везде. 200 новых церквей в каждом районе города, из которых 100 уже готовы. Таких темпов строительства храмов, это не для красного словца, я официально заявляю, нет ни в одном городе и стране в мире. Вы можете сами провести эксперимент. Посмотрите в поисковике новости о Ресине за последние 5 лет, за время последнего созыва. 126 сюжетов о том, что Ресин посетил, открыл или рассказал что-то о храме. 32 сюжета о строительстве. И 3 заметки о работе в Госдуме. Три. Я вообще не понимаю, когда Ресин работает депутатом. Он все время занят церковными делами. Так делается каждую субботу. А каждый четверг в храме Христа Спасителя мы проводим совещание по этому вопросу. А каждый понедельник в Даниловом монастыре, в резиденции Патриарха, мы проводим тоже совещание по этим вопросам. А в течение недели, когда какие-то вопросы надо дорешить, мы ими занимаемся. Я, если честно, тоже совершенно не понимаю. Особенно учитывая, что даже его рабочий кабинет располагается не в Госдуме, а в Никитском переулке, в здании департамента градостроительной политики. Ресину, по данным Интерфакса, предложат должность советника, градоначальника на общественных началах и сохранят за ним служебный кабинет здания столичного строукомплекса в Никитском переулке. И нам предлагают выбрать его депутатом Госдумы на еще один срок, чтобы он продолжил не ходить на работу, видимо, и продолжил строить храмы. Главный московский строитель, конечно же, не мог оставить себя и свою семью без роскошной недвижимости. Человек, который буквально всю свою жизнь провел на госслужбе, построил свое семейное гнездышко на Рублевке. Отправляемся в коттеджный поселок-ландшафт в деревне Жуковка. Вот этот участок площадью 110 соток, более одного гектара, принадлежит Владимиру Ресину. Тут же находится жилой дом площадью 1630 квадратных метров. Тут же и дом охраны 177 квадратных метров. По-настоящему роскошная и масштабная рублевская дача. Впервые Ресин указывается владельцем этой земли в 2001 году. Вполне возможно, что купил он ее еще раньше. Дело в том, что Ресин настолько давно работает чиновником, что когда у него уже была возможность наворовать на рублевскую дачу, в России даже не было нормального цифрового реестра недвижимости. Зато мы можем оценить, сколько эта дача стоит сегодня. Вот недалеко есть объект абсолютно сопоставимый. И дом, и участок в два раза меньше. Стоит это все 550 миллионов рублей. А значит, Ресинский участок с домом тянут сегодня на 1 миллиард 100 миллионов рублей. У Владимира Ресина есть жена. Ее зовут Марта Чедаева. Ей в октябре исполняется 86 лет. Одновременно с оформлением рублевской дачи Марта Яковлевна становится собственницей квартиры в центре Москвы. Находится по адресу Сеченовский переулок, дом 3. Это в Хамовниках, в центре Москвы, недалеко от Кремля и Храма Христа Спасителя. Куплена квартира в конце 2000 года. Ее площадь 168 квадратных метров. Дом небольшой и приятный. Всего 7-8 квартир. Такая же квартира в этом доме стоит 100 миллионов рублей. Интересное наблюдение о нравах чиновников-единороссов. У тебя есть полутора тысячаметровая дача и 170-метровая квартира. Ну, казалось бы, что тебе еще надо? Остановитесь! Но в 2008 году семья Ресина их посчитала себя нуждающимися. И получила квартиру от города в служебном доме на улице Осенняя. Новое жилье они оформляют на всю ту же Марту Яковлевну Чедаеву, жену Ресина. Эту квартиру они продали в 2019 году. Но с Марты Яковлевны Чедаевой мы еще не закончили. К своему 80-летнему юбилею она решила порадовать себя новым огородом. Находится вот тут. Тоже Рублевка. Прекрасное место недалеко от Москвы. Маленький поселок посреди лесной поляны. Дача жены Ресина стоит прямо между домами жены Лужковой Елены Батуриной и сына путинского друга Бориса Ротенберга Романа. Участок 23 сотки. Дом 437 квадратных метров. Стоит эта дача около 200 миллионов рублей. У Ресины и Чедаевой есть единственный ребенок, дочь Екатерина Демидова. У нее, само собой, тоже есть дорогое имущество. В 2009 году она купила 250-метровую квартиру в ЖК Белый Лебедь на Мичуринском проспекте. Стоимость квартиры дочери Ресина в этом доме 143,5 миллиона рублей. И у мужа ее, то есть зятя Ресина, есть 140-метровая квартира в легендарном чиновничном доме на Радждейской улице. В этом доме живет вся чиновничья элита страны. Стоит квартиры здесь сейчас примерно 69,5 миллионов рублей. Ресин шутит, что у него дома все пенсионеры. Он пенсионер, жена его пенсионер, дочь и муж тоже пенсионеры. Есть только один не пенсионер. И это его внук. Его тоже зовут Владимир, видимо, в честь деда. Он пытался заниматься бизнесом. Зарегистрировал на себя кипрскую компанию. Заключил с американской сетью договор об открытии в России 50 ресторанов. Но ничего не вышло. Все его фирмы либо закрылись, либо ничего не зарабатывают. Впрочем, неудачи в бизнесе не помешали ему купить в 2013 году 150-метровую квартиру на Старой Пименовском переулке в Москве. Очень солидный дом. Квадратный метр стоит больше 1 миллиона рублей. А всю квартиру внука Ресина мы оцениваем в 200 миллионов. У внука также есть нежилое помещение. 192 квадратных метра на Арбате. По адресу Композиторская, дом 17. В соседнем здании продается похожее помещение на первом этаже. Стоит 474 тысячи рублей за квадрат. Значит, помещение внука Ресина мы с чистой совестью оцениваем в 91 миллион рублей. Итого, недвижимость у семьи Ресинах мы насчитали на 1 миллиард 900 миллионов рублей. Но это только в России. В 1999 году. Видимо, так впечатлившись новенькими московскими торговыми центрами, построенными папой, дочь и зять Ресина учреждают компанию где подальше? В Чехии. Через год, сразу после наступления 18 лет, третьим акционером становится внук Ресина. Которому, судя по всему, тоже Ресинская Москва явно не по вкусу. Потому что с 2018 года он указывает свой адрес в Тель-Авиве. А его родителей мы, судя по всему, поздравляем с переездом в недружественное государство Чехио. В качестве своего адреса дочь и зять Ресина указывают квартиру вот в этом доме в Праге. Центр города, исторический дом, недавно реконструирован. Квартира, которую Демидовы называют своей, принадлежит их же фирме. Площадь квартиры около 300 квадратных метров. Цена на дату покупки в 2005 году 534 тысячи евро. Сейчас это 46 миллионов рублей. Неплохо. Но может быть у тебя есть что-то еще? Да, конечно. У фирмы Демидовых есть еще 10 квартир в Праге. Три вот в этом недавно построенном доме в очень живописном месте. На них семья Ресина потратила 364 тысячи евро. Или 31,5 миллиона рублей. Еще 7 квартир находятся вот тут. Это жилой комплекс на окраине Праги. На эти 7 квартир Ресины потратили 68 миллионов рублей. Общая стоимость 11 квартир семьи депутата Ресина в Праге на момент покупки составляла 1,7 миллиона евро. Это 147 миллионов рублей. Ну а общая стоимость всей найденной нами недвижимости семья Ресина в России и в Чехии перевалила за 2 миллиарда и составила 2,51 миллиарда рублей. У нас осталось с тобой небольшое дело. Символический реверанс в сторону свободной прессы, которая в России совсем недавно была, но от которой, к сожалению, почти ничего не осталось. На протяжении 20 лет Путин уничтожает СМИ. Сначала телевидение, потом газеты, сейчас интернет-издания. Чтобы никто не мог писать о его любовницах, дачах, о его проворовавшихся друзьях и чиновниках, которые благодаря ему стали миллиардерами. Такую статью ведомостей сегодня представить просто невозможно. Но мы продолжим рассказывать о коррупции, о жуликах и ворах, которые обкрадывают нашу с вами страну. Встречайте, еще один миллион долларов на запястье у депутата Владимира Весина. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем их к находке ведомостей и получаем 2 миллиона долларов. 140 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. В часах. Я вхожу в команду, я член партии «Единой России». Совсем скоро, уже в эту пятницу, субботу и воскресенье в России пройдут выборы в Государственную Думу. Рейтинг идет четвертым номером в региональном списке «Единой России». То есть пройдет он или нет, зависит от того, сколько процентов партии «Единой России» наберет по списочным бюллетеням. Если мало, проходит только первый номер. Если побольше, два человека и так далее. Рейтинг «Единой России» в Москве низкий. В Москве ненавидят «Единую Россию». В администрации Путина это прекрасно понимают. И не сомневайтесь, они будут делать все, чтобы эти выборы украсть. Уже сделано беспрецедентно много. И эти выборы, даже еще не начавшиеся, уже можно назвать самыми нечестными в истории. Не допущен ни один независимый кандидат. Связанный с Навальным, не связанный с Навальным. Просто массовый недопуск, чтобы было ноль рисков. Голосование растянуто на три дня. Видеонаблюдения больше нет. Сами наблюдатели признаны инагентами. Собственно, как и независимые СМИ, которые пишут о фальсификациях. Навальный сидит. Сайт и приложение умного голосования заблокировали. Рассылают письма и угрозы. Не ходите на выборы, не ходите. Но главный инструмент этих жуликов в Москве – это электронное голосование. Именно с помощью электронного голосования москвичам будут избирать невменяемого, несоображающего храмостроителя Рейсина. Почти 2 миллиона человек. Просто представьте себе, 2 миллиона человек московские власти загнали в этот электронный лохотрон. Сначала бюджетников, потом родственников бюджетников, потом друзей бюджетников. Не хочешь приводить по три друга? И тут начальник вздыхает и вносит тебя в список. Не хочешь голосовать за Единую Россию? Начальник снова вздыхает. Как плохо, он так разочарован. Никто, никто не имеет права вас заставлять голосовать электронно. Скажитесь больным, уставшим не в духе. Главное, идите на участок и голосуйте там. Если за вашей спиной стоит начальник и просит вас дать логин и пароль от госуслуг, помните, это незаконно. И ваш начальник – преступник. Правда, на вашей стороне. Если, не дай бог, вас уволили или даже угрожают увольнением, рассказывайте об этом всем, кому можете. Бейте во все колокола, пишите нам. Ни у кого нет права увольнять вас за то, что вы не проголосовали за Единую Россию. Если есть возможность, голосуйте лично, а не электронно. Но в любом случае, чтобы Единая Россия получила как можно меньше мест по спискам, чтобы Рисин наконец-то потерял возможность вырывать и ушел на пенсию, голосуйте за любую парламентскую партию, кроме Единой России. Это очень важно. Я понимаю, что может хотеться проголосовать за кого-то поприличнее, поддержать приятных старых демократов или модных новых людей. Но голосовать за них по спискам нет смысла. Голоса за партии, которые не проходят барьер, они не просто пропадают, они засчитываются в пользу Единой России. Когда-нибудь, надеюсь, очень скоро у всех у нас будет возможность проголосовать и избрать кого угодно, хоть самую мелкую и неизвестную партию. Но пока это невозможно, потому что выборы украдены единороссами, а мы обязаны вернуть их себе. На этой неделе мы опубликуем списки кандидатов умного голосования. Кандидатов, у которых есть максимальный шанс победить единороссов в каждом округе. Внимательно следите за нашими новостями. Скачивайте приложение, пользуйтесь Telegram-ботом, ищите кандидатов в Инстаграме и во всех наших соцсетях. И, конечно же, на этом канале. На который нужно подписываться. Потому что здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.